МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коронавирус – глобальная угроза общественному здравоохранению. По последним данным, на сегодня в мире им заражено около 2,5 миллиона человек. Некоторые предполагают, что теплая погода замедлит распространение коронавируса. Так ли это на самом деле, мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас в гостях специалист Института общественного здравоохранения Марьяна Амангельдеевна Садокпекова. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с этого. Может погода, вот сейчас у нас на улице отличная погода, замедлить распространение инфекций? Да, конечно. Вот два года тому назад, помните, у нас был бум менинга кокковой инфекции. И когда многие люди тоже спрашивали, приглашали здоровый образ жизни, мы говорили, самое главное – это все-таки поток свежего воздуха, проветривать помещение и повышать иммунную систему. Тогда мы сможем преодолеть все эти трудности, и так, что погода сопутствует. Ну, конечно, коронавирус по сравнению с другими вирусами, он более устойчивый. Поэтому, видимо, и объявили пандемию на сегодняшний день. Все-таки нам надо переждать время, чтобы этот вирус мог сам погибнуть. А это значит, мы должны соблюдать сангигиену, те меры, которые нам говорят. Это мыть руки, носить маску, все-таки быть дома. Это самое главное. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос. Для этого работает телефон 400109, код города 87282. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp Messenger, по которому тоже вы можете отправить свои вопросы, волнующие вас, написать нам, мы здесь в студии озвучим. Звоните. Очень много вопросов приходит нам от телезрителей. Давайте некоторые я озвучу. Что нужно делать? Вот, например, задают, вы говорите, что карантинные меры нужны. А вот поэтому, говорит, зрители задают, в связи с этим, что вот на сегодня стало очень страшно, коронавирус по всему миру. Стоит ли смягчать карантинные меры или не стоит? Как вы думаете? Ну, я думаю, все-таки наши специалисты, все-таки, раз они посчитали, подумали, все-таки, я думаю, этот вирус более устойчивый. Он проявляется через 14-й инкубационный период, правильно? Поэтому я все-таки думаю, если мы сейчас будем соблюдать все эти меры, то, возможно, мы прекрасно выйдем из этого кризиса. Вообще, есть телефонный звонок, давайте ответим, потом продолжим. Мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сустоби вас беспокоит? Я хотела узнать, у меня в начале мая плановая госпитализация, и какие документы надо, чтобы через блокпост меня же повезет сын, какие мне документы, чтобы пропустили, и чтобы сын смог заехать и выехать. Спасибо большое. Вы в работе блокпоста принимаете участие как представитель Центра здорового образа жизни? Нет, мы не принимаем, но мы ведем информационную программу. Мы говорим о том, как нужно уберечь себя, какие меры нужно принимать для того, чтобы повысить иммунную систему. Поэтому, я думаю, это решат специалисты, которые по месту жительства. А наша цель – это именно проводить профилактические меры предупреждения. Сам Авиценна сказал, лучше болезнь предупредить, чем ее лечить. Если мы будем соблюдать все эти нормы, даже когда в период, вы сами знаете, Авиценна один из первых, который сказал, что самое главное – это профилактика гигиены. Именно соблюдая эти нормы, мы можем уменьшить количество заражения друг от друга. Поэтому коронавирус, если мы будем соблюдать, он нам не опасен. Хочу ответить нашему телезрителю, который звонил в Сушдопе. Вы можете обратиться в Акимату местному, и они вам решат этот вопрос. К нам уже обращались люди, говорили, как же переходить в блокпост по каким-то веским причинам. Поэтому вы обратитесь, вам должны помочь. Если у вас есть вопросы, можете звонить 400109, код города 87282. А также на ваших экранах есть телефон WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете написать свои вопросы. Вот пишут также телезрители, что, например, на сегодня мы считаем, что ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции эффективно ли? Одни говорят, что эффективно, другие говорят, ничем эти перчатки не помогут. Ну, видите, всё зависит от того, какая иммунная система. Есть люди, которые просто не болеют, просто у них этот организм, вирус живёт, и он может сопротивляться этому вирусу. Конечно, самая главная иммунная система. А у некоторых людей всё-таки ослабленная иммунная система. И мы сами не замечая, иногда тысячу раз в день, например, можем взять за лицо, там что-то это, волосы поправить или ещё. Это, конечно, путь заражения. Поэтому всё-таки, если вы сомневаетесь в том, что лучше носить перчатки. Есть телефонный звонок. Давайте ответим. Говорите. Мы вас слушаем. Я звоню в Саркандию. Вот где-то полтора месяца нету никакой аптеки, маска. Никакой. Как это решить? Спасибо большое. Между прочим, этот вопрос задают многие наши телезрители. Мы направляем эти вопросы куда надо, например, по месту жительства. Вот в Саркандии тоже нету. Вообще, что вы скажете по маскам? Ну, я знаете... Например, вот представьте, одному человеку, если медицинские маски, это вот в день ему вот три штуки надо в день, это вот выбрасывать. Но, естественно, мы перешли же к тому, что мы сами шьём как-то... Но к тем маскам доверия у людей нет. Но к тем маскам, которые сами шьют. Ну, говорят, мы так не спасёмся от коронавируса, не защитимся, поскольку мы эти маски тащим домой и так далее. Расскажите поподробнее. Вы знаете, я всё-таки советую. Ничего страшного, не надо бояться то, что нет в аптеке. Это всегда, вот, например, если даже советский период возьмём, всегда маски одевали. Ничего страшного, можно взять 6 слоев марли. Хорошенько сделать и шить, и носить. Всё равно это, главное, безопасность. Человек может плюнуть, может, когда при разговоре какие-то выделять бактерии, то всё-таки это даёт сопротивляемость, всё-таки какую-то преграду. Поэтому маски всегда одевали. Я когда, помню, мы вот 15-го объявили карантин, я ещё работаю в Житейском государственном университете, я студентам сказала, если нет маски, возьмите, шейте. Это всё-таки выход, это и дёшево, и всё-таки можно, каждый может себе это изготовить. 5-6 масок, каждые 2 часа меняйте, просто возьмите хозяйственное мыло, помыть и всё проветрить, прогладить, и всё, бактерий, вируса нет. Так что я предлагаю всё-таки это решение есть. Но в таких случаях, как эту маску занести домой? Мы же на улице походили, всё собрали. Если у нас есть инфекции, они все собрались на этой маске. Мы эту маску ещё и тащим домой. Как в таких случаях, какие профилактические меры с использованием именно вот этих масок? Ну, вы можете, например, замочить в раствор, дезинфицирующий на не какое-то время. Потом, ну, большинство рекомендует просто промыть хозяйственное мыло. Во-первых, это лучше, и, как говорится, замочить на 20-30 минут, потом постирать, хорошенько прополоскать, проветрить, и всё. И бактерии, и микробы не будут. Вообще, Центр формирования здорового образа жизни вообще по всему миру, они предлагают 7 видов защиты от коронавируса. Скажите, расскажите, пожалуйста, подробно, какие эти 7 видов? Ну, это всё-таки маска, дезинфицирующие средства. Также всё-таки проветривать помещение, проводить часто влажную уборку в помещении, стараться быть больше на свежем воздухе. Ну, желательно так, чтобы всё-таки соблюдение между расстоянием каждого человека метр, потому что это бактерия погибает, вирус тоже погибает. Поэтому, если вы будете держать между каждым человеком расстояние хотя бы метр, тогда это, возможно, не заразится. Вот эти функции, если выполнять, мне кажется, всё будет нормально. Вот пишут наши телезрители, давайте я озвучу. Вы говорите, нужно бороться с коронавирусом. Как бороться со стрессом? Сидим дома уже сколько, и у нас проблемы не с коронавирусом, у нас проблемы с нервами, пишут. Вот зритель, что ответите? Ну, конечно, я рекомендую как психолог всё-таки, и специалисты здорового образа жизни, всё-таки найти какое-то хобби. Если вы вышиваете, если вы любите читать, это сейчас такое время... Это, скорее всего, мужчина написал. Мужчина, да? Да. Ну, я предлагаю шахматы, я предлагаю нарды, всё-таки чтение книг. Можно всё-таки просмотреть какие-то хорошие фильмы. Очень много сейчас хороших фильмов. И всё-таки, я думаю, большое внимание обратить своим детям. Потому что дети в этот период... У вас времени не было к общению с детьми, а сейчас это самый такой момент, просто общаться между собой. И тогда стрессовые ситуации сами по себе пройдут. А если вы будете постоянно нагнетать, думать о разном, то, конечно, вы не преодолеете стрессовые ситуации. Возможно, заняться йогой, гимнастикой, зарядкой. Просто взять и сделать зарядку. Открыть окно, сделать зарядку. Это тоже помогает преодолеть те стрессовые ситуации. Воспринимать всё-таки жизнь позитивно. Планировать на будущее какие-то хорошие помыслы. И тогда всё это преодолимо. Давайте дальше продолжим. Как помочь... Вот он же опять пишет, видимо. Как помочь ребёнку справиться со стрессом в условиях вспышки? Это, оказывается, другой человек. Это с Алматы пишут. Мы находимся в Алматы, и у нас в подъезде заболели люди коронавирусом. Мы боимся за ребёнка. Ну, я думаю, те же требования, которые взрослому. Это носить маску. Всё-таки стараться, если у вас есть это, не выходить. А стараться просто изолированно 2-3 недели просидеть дома. Возможно, если эти люди выздоровеют, то всё будет нормально. Но самое главное – соблюдение сангигиены, санитарные требования. Проводить влажную уборку, протирать потяще двери входные. Всё-таки стараться, чтобы ребёнок сидел дома. А чтобы ребёнок меньше перенёс стресса, я думаю, какие-то настольные игры. Возможно, гимнастика. Сейчас очень много конкурсов объявляют. Онлайн конкурсы. Онлайн. Вот наш, например, хотелось бы сказать, что наш Институт общественного образования, здравоохранения объявил конкурс. Конкурс по кто сделает видео, сделает хорошую зарядку. Начинается она с первого класса по одиннадцатый. И также дети могут предложить какое-то такое лёгкое здоровое питание. И как в этом конкурсе участвовать? Так, мы выложили это на свой пост. У нас есть ОИЛ, ЗОЖ, Институт общественного здравоохранения. Мы выставили на Инстаграм и Фейсбук. Вы можете посмотреть Институт общественного здравоохранения. Там выйдет все нужные инструкции по участию в конкурсе. Конечно, у нас будут призы хорошие. Мы обязательно лучшее видео потом будем транслировать. Ну и подарки будут. Мы ответим нашему телезрителю. Есть телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем. Можно говорить? Можно, можно. А телефон, телевизор потише поставить, да? Да. Алло. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Так, вот говорят, вирус, вирус, да. Я понимаю, вот сейчас весна, после зимы, организм ослабленный, всё такое, да? Вот, ну вот, например, воду выпил там, в горле першит там. Бывает всегда, да? Вот, вот, как узнать, вот, первый симптом, когда можно караулу кричать? Спасибо большое. Ну, больше. Вот таких вопросов много. Например, теста ни у кого нету. На руках, например, чтобы сразу узнать, заболел он или есть вирус у него или нет. Как быть? Какие первые признаки? Первые признаки тоже так же, как и при ОРЗе. При гриппе ОРЗе это резкое повышение температуры. Если у вас повысилась температура на сегодняшний день карантина, я всё-таки рекомендую, будь слабость, будет, ну, будет сухость во рту. Очень, это первая стадия. А потом может, как бы, усложняться дыхание. Очень тяжело дышать. Но я думаю, пока, как поднялась температура, всё-таки вызвать врача. Сразу же? Да, сразу же вызвать врача, и врач даст вам назначение, что делать дальше. Я сейчас вот слышала по телевизору, что сейчас у нас уже поступили вот эти тесты, которые проводят. Если это нужно срочно проверить, обязательно больницы, обязательно поликлиники проверят на заражение. Единственный сигнал – это температура. Да. Всё-таки есть и температура, и старайтесь всё-таки сразу обратиться. Вот также задают телезрители вопрос. Вот таких вопросов у нас очень много было до этого. Но в любом случае, давайте я задам, раз телезритель написал нам, остаются ли бактерии на бруске мыла после мытья рук? Мы, ну, видимо, уже люди начали переживать, а вдруг, если нам мыли, сохранится бактерия? Ну, всё-таки всегда говорят, что каждый из нас должен иметь индивидуальное мыло. Если это всё-таки общественное, всё-таки необходимо пользоваться жидким мылом. Это лучше. А если вы в семье, то, конечно, одном мылом достаточно. Использование средства для мытья посуды вместо мыла поможет при дезинфекции рук? Ну, я всё-таки рекомендую мыть руки с мылом, потому что очень много химических элементов находится в этом жидкости. Это может вызвать... Хозяйственно. Хозяйственно, так как антисептик очень хорошее. Детское мыло, оно не раздражает, очень хорошее, как и антисептик, и как это, мыло. Ну, как бы это. Ну, я ещё, знаете, хотела сказать, что большую роль всё-таки играет иммунная система. Если человек принимает... Здесь три надо элемента придерживаться. Это вести здоровый образ жизни, быть активным. Самое главное – это психологическое. Всё-таки уметь позитивно даже в период карантина видеть хорошее. Что это всё пройдёт. И главное – себя психологически сдерживать. Ну, как бы успокоить себя, где-то сделать мотивацию, послушать хорошую музыку, не впадать в тревожное состояние. Именно тревожное состояние и вызывает стрессовую ситуацию. И плюс ещё самое главное всё-таки в этот период – питание. Ну, я не говорю экзотические там питания, но можно взять капусту, морковь, можно взять простую свеклу, сделать салаты со сметаной. Вот вам и продукты питания, которые повышают иммунную систему. Давайте дальше задам вопросы наших телезрителей. Можно ли во время карантина выезжать на природу? На улице же нету бактерий. Ну, я думаю, всё-таки надо прислушаться. Всё-таки надо отложить. Всё равно вы пока поедете. Пока это… Сейчас ещё сезон такой опасный. Возможно, будут клещи какие-то. Они укусят, могут интоксикация быть. Поэтому всё-таки переждать этот период. У народа есть спор по поводу того, что маски нужно носить только в здании. А вот на улице не обязательно её носить, поскольку на улице вирус долго не задерживается. Ну, а другие утверждают, что коронавирус может именно на улице быть дольше 4 часов. Это вот задают тоже споры, задают телезрители. Давайте сначала ответим. Есть телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем. Вот у нас свалка здесь, а в Устобе. Вы должна яма быть. Там хлорка быть или что. Машины заезжают и в город едут с этими колёсами грязными. Никто меры не принимает. Спасибо большое. Этот вопрос самый актуальный на сегодня. Ну, знаете, я всё-таки думаю, всё-таки у нас в области пока спокойно, всё хорошо. Но я думаю, всё-таки не стоит обрабатывать. Большинство вирусов передаёт человека от человека. Поэтому здесь страшного ничего нет. Если, конечно, будет пик эпидемии, то, конечно, здесь надо будет обрабатывать и стараться всё-таки соблюдать те меры, которые говорит нам здравоохранение. Ну, а если, например, за город вывезли мусор, когда заезжают, у нас же работают... Ну, всё-таки антисептику надо провести. Да, где вот санитарные посты, где блокпосты, там обрабатывают машины. Мы лично сами видели. Стоит ли в это время принимать препараты, повышающие иммунитет? Ну, опять же, если вы будете вести здоровый образ жизни, питаться правильно, использовать белковые, углеводы простейшие, то, конечно, плюс это эмоциональное состояние. Если вы будете позитивно смотреть на этот мир, да, я думаю, всё-таки иммунность и вести физическую активность, делать зарядку, я думаю, не стоит. Потому что самое главное – это здоровый образ жизни. Ну, конечно, надо отказаться от вредных привычек. Именно этот вирус поражает тех людей, которые курят, пьют алкоголь. Это, конечно, понижает иммунную систему. Поэтому самое главное – соблюдать три вот этих активных действия. Сейчас такая возможность бросить все вот эти привычки ненужные, чтобы только сохранить свой иммунитет. Да. Спасибо вам большое, что нашли время, ответили на вопросы наших телезрителей, дорогие. Наши телезрители, мы с вами встретимся завтра в 16.00. Оставайтесь дома, мы для вас работаем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова